День рождения всенародно избранного мэра Ярославля Евгения Урлашова вышли поддержать своего избранника Накануне Евгения Урлашова этапировали в Москву Как опаснейшего преступника Понятно, что это было сделано в профилактических целях Дабы народ не возбудился на митинге и не пошел его освобождать Заказчики очередного показательного процесса не любят экспериментов Сажать так уж наверняка А провоцировать эксцессы они и сами умеют Благо провокаторов у спецслужб полно Ну за что? Ну тут мимо Ну почему мы набираемся тогда? Почему человек не может сказать себе слово? Не то, что, пожалуйста, дальше будет Власть сменится Господин полицейского ромага Не отмирает Смениться она скоро Благо тебе Гражданское общество в Ярославле есть, существует И хотелось на него, во-первых, посмотреть И, с другой стороны, продемонстрировать, что оно есть А вы верите в обвинения, предъявленные Евгением Урлашовым? Дело в том, что не мое дело верить или не верить предъявленным обвинениям Это должен решать суд Если он виноват, значит, должен ответить А относиться, получается, к человеку А к человеку обязаны все От президента до любого следователя Следственного комитета И вот то, что мы видели, получается, при аресте Урлашова Это просто уничижение гражданской... гражданина Гражданина России Ирина Прохорова сказала, что гражданскому обществу была нанесена пощечина Вы чувствуете какое-то оскорбление? Конечно Я полностью ее поддерживаю в этом плане А что нужно сделать для того, чтобы справедливость восторжествовала? Наверное, начинать нужно с честных выборов Меня не устраивает несправедливость в нашей стране Меня не устраивает правящая партия Меня вообще много чего не устраивает Медведевы и Путины заполонили Разворовали Россию Вот если честно говорить И поэтому вы здесь? Да, и поэтому я здесь Скажите, а дело Урлашова, оно вам кажется уголовным или все-таки политическим? Естественно, политическим А почему? А потому что все налицо Не надо к гадалке ходить Весь город смеется над этим шоу, кинофильмом Устроили кинофильм И весь город над ним открыто ржет Ярославцы недоумевают Почему власть не уважает их выбор? Неужели всенародно избранный мэр настолько опасен для системы? Оказывается, да Просто потому, что не захотел в ней находиться А для жуликов и воров это предательство Намек Не выходите из единой России Так, как это сделал Урлашов Отомстим и посадим Взяточничество – одно из самых труднодоказуемых преступных деяний Но Урлашову вменяют в вину даже не получение взятки А покушение на получение взятки Хотите вот этот сувенир из города Ярославля? Вы уже покусились на взятку Откуда происходит сувенир? Я действительно хочу сейчас выступить Как человек, живущий в этой стране И которому не безразлично, что в нашей стране происходит Поверьте мне В Москве, в любых других городах История вот этого самосуда на Урлашова Получила широкое распространение И люди возмущены Эти люди не связаны ни с какой политикой Но для них очевидно одно Что то, что делается Такое безобразное задержание И бросание за решетку Человека еще не осужденного Всенародно избранного мэра Это пощечина горожанам Ярославцам Это пощечина всему гражданскому обществу К сожалению, этот вот старинный метод Который я говорю, он КВДовский Он теперь распространится на всех граждан И не важно, оппонент ли он Путина Сторонник ли он Путина В данном случае, если торжествует Бесправие, как норма жизни Она может затронуть любого человека И тех, которые сейчас Это бесправие, собственно говоря, формируют Поэтому, я считаю, очень важно протестовать Не только конкретно против задержания Урлашова Что, да, это конкретно Но просто вообще против превышения Полномочия судебными органами И правоохранительными органами Против любого человека В данном случае Урлашов не только мэр Он еще и гражданин этой страны И он личность, которая требует Такого же уважения, как любому другому Собственно, я считаю, что это ведь Не первый прецедент подобного рода А, к сожалению, это стало нормой Это стало вообще частью нашей политической И вообще просто общественной жизни Посмотрите, что с молодыми людьми сделали Которые принимали участие в протестных митингах И также бросают в тюрьмы По сфабрикованным каким-то непонятным домыслам Я считаю, что это как раз главная опасность Для нашего общества скатиться опять В тоталитаризм и полное беззаконие Митинг в защиту Евгения Урлашова Собрал в Ярославле от 4 до 5 тысяч человек Существует миф, что Владимир Путин своих не сдает Но, как выяснилось, ярославцы тоже не намерены сдавать Избранного собой мэра Саша Сотник, Дмитрий Мелехин Политвестник ТВ, Ярославль Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok